Друзья мои, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru 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 В этом видеоподкасте я хочу поговорить с вами вот на какую тему Или продолжить хочу тему по поводу функциональной подготовки А важность и значимость этого дела для бойцов профессиональных Или спортсменов профессиональных Все понимают и так А я хочу рассказать вам о том, что функциональная подготовка В принципе может приносить реальный кайф То есть бег, велосипед, кроссфит Другие виды функциональной подготовки Я вот очень люблю работать на снарядах Очень длинными, затяжными такими сериями Раундов по 12-15 Сейчас уже стал работать по 3 минуты с интервалом в 1 минуту Считаю это прекрасной функциональной подготовкой Просто офигенной, замечательной Главное, что для этого места надо мало Очень удобно Тем более, что у меня мешок висит дома Ну, в моем спортивном зале Но если бы даже у меня его не было Повесить мешок везде можно Даже на улице быстренько повесил на дерево И все Так вот Откуда же удовольствие-то берется Для абсолютного большинства людей Очень трудно вот это вот все Удается бег Может легче велосипед Но велосипед это лето, конечно, прежде всего А бегать-то можно круглый год Зимой лыжи, да Все это трудно Если, конечно, просто кататься Вот там вышел, просто прокатился Или пешочком прогулялся От этого можно получить удовольствие А вот когда это действительно тренировка Откуда же тут кайф? А кайф, он возникает далеко не сразу Здесь просто очень важно перейти В некий рубикон Это вот великая вещь Надо просто об этом знать Многие люди не доходят До него просто не зная Что существует Во время То есть регулярной Вот этой функциональной подготовки Некий рубеж, когда Количество тренинга переходит в качество самой тренировки Абсолютно большинство людей Они начинают заниматься Ну, принял решение бегать человек Начинает бегать Ему сначала тяжело Он действительно устает И его поддерживает только мотивация В том, что он занимается правильным делом Но мотивация может иссякнуть через несколько дней Особенно если он еще неграмотно приступил к этому делу Заработал некую тренированность, усталость, утомление И ему уже не хочется заниматься Ему трудно подниматься с утра Ему вообще трудно заходить в себя И идти бежать, и все И вот он, даже если силы воли достаточно Он там На Там одну неделю На две даже может быть И он только на мотивации В том, что он делает это правильно Как-то все-таки ходит Он начинает, то есть, испытывать Некий дискомфорт Понимая то, что Все равно это для него трудно Это борьба с самим собой Некоторые чищают себя надеждой в том Что к этому можно привыкнуть Точно так же, как чистить юму Но чистить зубы не затратно Ну, энергетически Сил много не требуется Поэтому к этому, в общем-то, привыкают намного быстрее Но я хочу порадовать всех И хочу Ну, тех, кто вот Значит, начал заниматься функциональной подготовкой И находится вот на этой самостадии Когда перманентно ЕСом занимается Потому что не всегда находится в себе силы, да? Этим делом как-то заниматься На самом деле Есть Одна панацея И она простая очень Она заключается в том, что Когда вы определенное время занимаетесь Долго функциональной подготовкой Только грамотно То есть, давай себе поначалу Какие-то промежутки для восстановления То есть, бегать не надо Поначалу, абсолютно, каждый день Обязательно рано с утра Как бы вы будете испытывая свою Силу воли по разным направлениям Нет Убирайте время комфортное для вас Может, даже вечером И бегайте не каждый день Ну, поначалу А потом постепенно Вы начинаете бегать Каждый день А потом постепенно Переносите в то время Когда Это не будет занимать Вообще никакого у вас Специального времени То есть, будете ставить Пораньше на полчаса А лучше на час И заниматься провешкой Вот Так вот Когда Значит, наступает Этот переход Абсолютно все Абсолютно все Начинают испытывать Удовольствие От занятия Такой функциональной подготовкой И заниматься легко Тогда Когда это Относительно легко Я поясню В чем заключается Легкость И в чем Суть каламбура Дело в том Что Физических сил Часто у людей достаточно Для того Чтобы заниматься функционалом Чаще всего Есть Недостаточность Сердечно-сосудистого комплекса Именно Что В простонародье С вдыхалкой называют Именно Ее недоразвитие То есть Недостаточность Сердечно-сосудистого При нагрузках Она И не дает Людям заниматься Комфорт А вот Когда Сердечная мышца Кажется Хорошо Натренированной До такой степени Что Вы сможете бегать И Единственное Что будет уставать У вас Это Ваше тело Ваши ноги Если вы занимаетесь Кроссфитом То и руки И все тело Но сердце Не будет уставать Или Вы даже будете Скажем так Уставать Вообще И даже тяжело дышать Но это не будет вызывать Какого-то дискомфорта Вы будете быстро восстанавливаться То есть Быстро дыхание Будет приходить В норму Частота средств С сокращением Быстро в норму Вы приходите Вы будете испытывать Только кайф От тех нагрузок Которые у вас есть Потому что Утомляться будет Только физически Ваше тело А сердце Эти нагрузки Будет выдерживать Относительно легко Вы не будут То есть У вас не будет Ни головокружения Ни какой-то страшной Там одышки Не будет Какой-то тяжести Вы будете нагружать Только мышцы И вот тогда Наступает удовольствие Самое настоящее То есть У вас Будет Некое Утомление тела Просто тренировки Вы будете испытывать Что вы Хорошо физически Нагрузились Устали физически Устало ваше тело То есть Сердечная мышца Она не устала Она не устала У вас Не будет Именно дискомфорта Связанных С сосудистой системой Сердечно-сосудистой И сердечно-легочным комплексом Но до этого Надо дорасти До этого Надо дожить Вот Если бы Все люди Знали про то Это достигается А достигается Это примерно Ну после планомерной тренировки Где-то в районе месяца Не двух недель То есть Тренированность Она достигается За две недели То есть Как Какие-то первичные перемены Ну Токтимизация Едеринасти сердца Ну Сосудов Она достигается Уже через две недели Но комфорта Через две недели Все равно не будет А вот если заниматься регулярно месяц То Уже Начинается Глубокая Перестройка В деятельности Всех систем И Понимаете Если за первые две недели Это мобилизуется Только Непосредственно Функционал Уже того Что есть То есть Сердечная Мышца Она не становится Сильнее за две недели И Сосуды Тоже тренируются Просто Приспосабливаться К новому режиму Но В рамках Высоких возможностей Которые у них Вот Есть Сейчас Если вы занимаетесь Месяц И более Там уже начинается Органическая Перестройка То есть Сердечная Эта мышца Она реально Становится Сильнее Она тренированнее Становится Мышца Сердца Сама становится Более сильной Значит Более сильной Становятся Стенки сосудов Более мощными И сильными Становятся Легкие Дыхательные Мышцы Легкие И дыхательные Мышцы Вот То есть Через месяц Когда уже Начнется Органическая Перестройка Вы начнете Испытывать Удовольствие А когда Эта перестройка Уже Станет Интенсивной Это через месяц И тренинга Когда Действительно Все то Что испытывает С большей Нагрузкой Становится Более Тренированным Чисто Имеется Ввиду Органически Тренированным Более А не Просто Резервы Используются Лучше Те Которые Есть Вот Тогда Становится Все легко Вообще Просто У вас Будет ощущение Что вы Можете Встать Плеер В уши И бежать Целый день На лыжах Или просто Бежать Что вы сможете На велосипеде Проехать И 100 И 200 И даже 300 Километров За день И это Будет реально И вам Это будет Доставлять Удовольствие Потому что Человек Бежит По этой стороне Дороги Молодец Так и надо Вот А потом Наступит Такой период Когда Не позанимавшись День Или два Ну день Может быть Нормально А два Три Функциональной Подготовкой Вы будете Испытывать Даже дискомфорт Потому что Вам будет Нужна Эта нагрузка И после Того Как вы Будете Получать Вы будете Получать Огромный Заряд И тонус Ощущение Такое Что вы Выпили Чашку Кофе Ну не знаю Это Несопоставимо Я просто Пример Привести Хотел Кофе Такого Дефекта Не дает Как Нагрузки Физические Нагрузки Физические Происходит Выброс Эндорфинов С анкефалинами Если Это не Связано С утомлением Тенциральных Органов И прежде всего Сердца То Этот Выброс Дает Чувство Счастья Умертворения Благополучия Если Устает Сердце Вам Тяжело Дышать То Даже Выброс Энкефалинов Он идет Только на то Чтобы Подавить Вот этот Негатив И вы Реально Не будете Кайф Искать Когда же Этого Негатива Нет А вам Еще Впрыснул На организм Сам Эти Опиоиды Природные Свои Они Похожи Чем-то На морфин Вот У вас Просто Будет Кайф Просто Кайф Настроение Просто Повышается Колоссально Поэтому Просто Помните О том Что Нужно Просто Нужно Преодолеть Себя Не мучая Сильно Поначалу Первую неделю Надо Заниматься Не каждый День И В комфортное Для вас Время Вторую Уж неделю Надо заниматься Каждый день Но время Тоже Комфортное А с Третьей Начинаем Надо уже Время Брать Такое Которое Вы Потом Будете Постоянно Нраваться Если У вас Проблем Со временем Нет То Можете Любой Выбирать Если Проблемы Со временем Есть Лучше Выбирать Утренние Часы Вставать Просто Пораньше Ложиться Пораньше Немножко Вставать Раньше И Бегать С утра У вас Гарантированно Заряд Будет На весь День И то Что Некоторые Медики Говорят Что Бег С утра Это К инфаркту Бег Это Говорят Только Те врачи Которые Как сапожники Без сапог То есть Сами больные И у них Здоровье Никакого нет Это Лентяи Которые Спортом Сами не занимаются Но при этом Лечат других людей Они бы Все запретили Они запрещают Все Малейшие Протрузии Межпозвоночных Диски Они запрещают Тренировки Все Потянули вы мышцы Они запрещают Тренировки Меозит Какой-нибудь Пятый-десятый Вам не стоит Никогда Заниматься Спортом Пятый-десятый Там трудно Бегать Да не стоит Иде macht Сосудистые Дистанители Забудьте Про спорт Да ерунда Все это На самом деле Спорт При правильной Подготовке Он лечит Он лечит Это все Организм Лечит сам себя Лечит он Сам себя Только тогда Когда он Сам себя Чувствует Нужным Любим И востребованным То есть Сам себя Нужным И востребованным Он чувствует Что ему Нужно Бегать Что ему Нужно прыгать Что ему Нужно двигаться, что ему нужно действовать. И тогда он работает так, как надо. Он функцию восстанавливает. А функция и структура они неотъемлемы друг от друга. Если у вас требована функция, значит изменяется и структура. В лучшую сторону чем вы нагрузку даете больше, тем и структура меняется лучше. Она становится более приспособленной. И для нагрузок, для больших. А значит и для большего для более активной жизни. А что дает жизненный комфорт? Активность. Активность. Когда человек может быть активным, когда он может себе позволить все то, что хочет в плане физической деятельности. Он чувствует в себя комфорт. И это все становится более важным, актуальным, когда вы становитесь старше. Поэтому просто превозмогите себя немножко. И все у вас получится. Все будет просто супер класс. Запомните месяц. И вы начнете получать удовольствие. Реально. Удачи вам! Занимайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok